Девушки отдыхают Девочки, что вы думаете о происхождении платья, которое мы вам сейчас на экране покажем? Вот такое. С чем у вас ассоциируется? Скажите. Торт. С тортом? Да. Спасибо. Как вы думаете, из какой оно эпохи? Ну, я думаю, это где-то 18-16 век. Пока что версия, что это торт из 16 века. Ваши фантазии на тему платья? Ну, мне напоминает портьеру с театра. Так, а спрошу-ка я мужчину. Вот если бы вы увидели женщину на улице в таком платье, о чем бы вы подумали? Подумал, что это графиня какая-нибудь. Графиня какая? Просто графиня идет по крещатику. Скажите, пожалуйста, вам тоже это напоминает торт? Ну, это копия костюма явно. Я могу сказать точные года. 1870-1880 год. Эти платья носились с тюрнюром. Сзади это такая приставная подушечка, которая создавалась сообразной силуэт. И с трендом, с таким небольшим хвостом. Это у этого платья декольте отделано французским кружевом. Фан-та-сти-ка. Ну, раз у вас такие познания об этом платье, тогда и я уж, пожалуй, скажу, что я знаю, что вы Марина. И у вас огромная коллекция платьев и аксессуаров, совершенно уникальная и единственная в нашей стране. Аплодисменты моей новой героине Марине. Сюрприз для меня сделали. Даже не подозревала, честно. Давайте посмотрим на то, как выглядит ваша коллекция, Марина. Для них это вторая жизнь, они как будто здесь на балу. Представьте себе, что эти костюмы много лет пролежали на чердаках или, еще хуже, в подвалах. И когда ты их очистил, отгладил, открахмалил, отреставрировал, костюм, конечно же, понимает, что его спасли. У меня в коллекции сейчас около 200 костюмов. И кроме костюмов, зонтики, шляпки, веера, игрушки, они даже не посчитаны. В коллекции 18 век, 19 и начало 20-х. Это США, Германия, Франция, Великобритания, Украина, Россия. Они собраны со всего мира, но носили их в Киеве. Наши бабушки, прабабушки. И мы должны помнить свою историю и рассказать о ней нашим детям. Ходили даже летом вот с такими летними зонтиками. Этот зонтик не от дождя. Смотри, какой красивый. Мне хотелось бы показать красоту ткани, красоту вышивки, показать вообще искусство портнихи как ювелирное искусство. Но это действительно впечатляет. Вы еще и реставрируете все сами, своими руками. Для меня это приятный труд. Мало того, вы видите, что они все на корсетах, что они очень узкие в талии. Эти костюмы невозможно одеть на наши современные манекены. Поэтому большая трудность. Я под каждый костюм вручную из папье-маше делаю манекены. 200 манекенов нужно было сделать. Такая преданность, одержимость своим делом. Сколько лет вы уже этим занимаетесь? Ну, 30 лет. Марина, а что это для вас? Почему вы так всю свою жизнь этому отдали? Ну, это удовольствие для меня. Мне это очень нравится. Я все время делаю выставки. Мне хочется, чтобы платья не лежали где-то в закромах, а чтобы люди смотрели, чтобы люди увидели, что наши бабушки, прабабушки были очень красивые, модные, и что Украина всегда была Европой. Вы удивительный человек. Ну, правда. Конечно. Слышите? Мне кажется, что у нас для вас есть сообщение, уважаемая Марина. Срочная посылка из Лондона для Марины Ивановой. И вот она здесь, Марина. Вручайте. Thank you very much. Давайте посмотрим. Так. Ничего себе. Шляпка приехала к нам из Лондона. Очень красиво. Сделана специально для вас, эксклюзивно. А это открыточка. To Marina, I hope you enjoy this hat. Марине, вам. Я надеюсь, что вам эта шляпка понравится. И дальше имя. Рэйчел Морган. Это шляпница королевы Елизаветы II. Мы знали на том, что вы всегда мечтали получить хотя бы какую-то вещь из гардероба королевы. Теперь у вас есть шляпка от ее личного шляпника. Очень приятно. Спасибо большое. Вообще очень приятно. Теперь она будет выставляться и обязательно вместе с этой открыткой. Вы не хотите примерить? С удовольствием. Я думаю, что вам очень пойдет. Музей пополняется буквально на глазах. Ну, вы уже теперь известный человек. Видите, а вас знает сама королева Елизавета. Вы сами доподлинно знаете, сколько точно у вас в коллекции вещей. Нет, не считала. У вас сильный музей. Вы обошли всех по количеству раритетных костюмов. Было бы здорово, если бы все ваши вещи имели какую-то систему. Каталог необходим. Ой, ну я даже пока не могу об этом мечтать, потому что это очень дорого. Мечтать, конечно, надо. Мечтать надо так сильно, чтобы в тот момент, когда это наконец-то осуществляется, порадоваться по-настоящему. Что такое? Чтобы вы отныне чувствовали, что у вас все под контролем. Я пугаю. Открываете. Ой, что-то тяжелое. Тяжеленький? Тяжелое. Вы на проекте «Сюрприз-сюрприз». И, конечно же, там доставайте. Это от проекта «Сюрприз-сюрприз». Музей истории моды Марины Ивановой. Вы меня вообще поразили. Посмотрите, что это. Вы меня очень сильно поразили. Ну откуда, как это вообще возможно? Ваши же вещи, ваши манекены. Посмотрите. Я вообще, я... Сейчас я заплачу. Я не ожидала. Марина, мы проект «Сюрприз-сюрприз» создали для вас профессиональный, качественный, настоящий каталог. Не верю. Здесь представлены абсолютно все элементы вашей коллекции. И воротнички, и манжеты, и сумочки. Все то, до чего у вас руки не доходили. Вы меня порадовали. И, ну, это действительно сюрприз. Действительно. Мне очень приятно. Сегодня я буду, наверное, с ним спать. Буду его рассматривать. Таких каталогов мы вам дарим 50 штук. Я надеюсь, что они будут попадать только в хорошие руки. Для меня это очень важно. И еще у нас для вас есть красивый букет цветов. Очень красиво. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы сохраняете историю. Я надеюсь, что вы счастливы. Теперь вы знаете, у нас в стране можно увидеть уникальную коллекцию платьев и аксессуаров. Следите за афишами. Каталог, который я ждала 30 лет. Огромное спасибо. Я не ожидала, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok